Рижское детективное агентство В программе, что еще будет виртуально Заглянем в ЭЦИКИ и узнаем Как у местных жителей Складывают соотношения с маскачкой Кенгараксом После 10 утра узнаем Какие вещи нужно снять немедленно И отнести на свалку истории На этот вопрос ответит модный эксперт В студии, имидж-дизайнер Стилист, преподаватель школы Александра Васильева, Жанна Дубска Вы можете уже сейчас начать задавать Свои вопросы на портале lr4.lsm.lv Находите там кнопку написать в студию И спрашивайте о наболевшем В завершении программы Будем лечить топографическую бестолковость Прямо в прямом эфире Частный гид расскажет о неведомых Широкой публике закоулках А специалист по спортивному ориентированию Научит как развить скорость Память, координацию и внимание Не сериальные страсти, а жизнь Слежка за неверными супругами Одно из постоянных заданий частного детектива О том, как специалисты раскрывают Адюльтеры и чем это заканчивается Расскажет президент Рижского детективного агентства Ольга Зелик И снова здравствуйте Ольга, правда ли, что говорят, что самые сложные клиенты Это как раз-таки ревнивые мужья и жены? Ну, в принципе, сложность всегда присутствует в таких делах То есть, изначально необходимо выяснить мотивацию Почему клиенты обратились в Рижское детективное агентство Значит, второй вопрос, не менее сложный Насколько клиент готов узнать правду Ну и, разумеется, основа для чего Для чего необходима такая информация И чаще всего по таким семейным вопросам Обращаются кто? Женщины или мужчины? Вы знаете, на сегодняшний день очень сложно сказать Если раньше действительно обращались Больше тенденция была обращаться женщин То сейчас обращаются мужчины То есть, все как бы поменялось Поэтому я могу сказать, что и мужчины, и женщины Наши клиенты, да В зависимости от сложности ситуации В зависимости, скажем так, где, вот, скажем К чему в данной ситуации Когда, вот, допустим, мы выясним, был ли факт измены Как думает клиент применять эту информацию Ну, вы наверняка спрашиваете первым делом Какие есть основания подозревать? И что отвечают ваши клиенты? Например, пахнет какими-то чужими духами от моего мужа Что-то тут не так? Или стал задерживаться на работе? Ну, на самом деле, конечно же Честно говоря, наверное, первоначально это интуиция Да, то есть, как-то человек С которым, скажем, проживает наш клиент Да, там, или супруг Да, он просто изменился в поведении Элементарно Да, стал на работе, например, задерживаться Или, там, допустим, придумать ситуацию Что, знаешь, мне нужно срочно сейчас отлучиться На пару часов, а потом я приеду Да Но, может, это действительно так? На самом деле, может быть, это и так Поэтому изначально я клиентам предлагаю Все-таки настроиться на оптимизм, на позитив И все-таки уже исходить за тем, из реальных фактов Да, происходит ли действительно в жизни такая ситуация Или это все-таки показалось? Ну, как понять, что не показалось все-таки? Ну, понять, что не показалось Свет от помады, ну, точно не показалось Ну, элементарно смс-сообщение Элементарно, скажем так Где-то вот в наших случаях было, что вот раз Переписка где-то там по имейлу какая-то проскочила Раз фотография где-то там вот Скажем, кто-то не поставил пароль в свой телефон мобильный Да, и вот раз фотография какой-то женщине Раз звонок, раз смс Да, но обычно стандартный ответ следует Да, в таких случаях, что Ну, наверное, ошиблись номером Или там на имя, допустим, женщины какой-нибудь Вася А, да, Вася меня приглашал сегодня вот отдохнуть Я вот должен отлучиться, да Но потом выясняется, что, значит, позвонив на данный телефон Что это оказывается там не совсем Вася, да Там женский голос Например Как вы начинаете действовать? Ну, вообще, конечно, работа наша должна происходить профессионально, да Поэтому мы, как детективное агентство Мы изначально, конечно же, должны проверить информацию Ну, конечно же, сначала следует диалог с клиентом, да Что вообще, для чего эта информация необходима Скажем, как эта информация впоследствии будет применяться То есть, скажем, те дела, которые впоследствии рассматриваются в суде Как бракоразводные процессы, да Понятно, что эта информация необходима для дальнейшего использования для суда Да, поэтому, скажем так, что здесь подход, наверное, такой уже более профессиональный, да Или, может быть, информация использована для себя, как для частного лица Без дальнейшего применения, да Ну, для суда когда используется такая информация? Когда есть брачный договор между супругами? Когда речь может быть идти о какой-то спор, может быть, между супругами по поводу того, с кем будут проживать дети Да, ну и, соответственно, по поводу имущества, да То есть, скажем, брачный договор, он уже изначально предусматривает какие-то санкции в отношении виновной стороны Если будет доказано, что действительно сторона виновата, то есть присутствует факт измены Постоянные встречи, да, скажем, ну, которые указывают на то, что факт измены есть, да То, разумеется, это является доказательством для суда А что служит именно доказательством измены? Что это? Видеопленка? Фотографии? Вообще, сразу скажу, еще раз определюсь, то, что, скажем так, у нас вообще детектив, он может, скажем так, проводить наружное наблюдение, да То есть мы не имеем права вторгаться в частную территорию, в частные дома, квартиры, там, не знаю, устанавливать видео Это противозаконно, да То есть наряду с законом о детективной деятельности существует закон об охране личных данных физических лиц Первый закон нам разрешает действовать, да, то есть профессионально, а второй нас ограничивает, разумеется, да, в наших действиях Ну, это правильно Вот, и здесь, как бы, очень важно вот этот вот критерий определить То есть вы очень верно задали, Алиса, вопрос Потому что, на самом деле, ну, вот, скажем, в наших случаях, да, когда вот мы отрабатываем операции, да Важно посмотреть поведение, когда, допустим, человек встретился, да, как он себя ведет, там, скажем, да, со второй, с противоположным полом, да То есть если это просто какой-то поход в кафе, поговорить, поболтать, это может быть действительно и дружеские отношения, почему нет? А вот если они уже идут куда-то на частную территорию, это может быть гостиница, частный дом, квартира И если эти встречи происходят периодически, тогда уже стоит призадуматься Ну, может быть, они годовой отчет пишут, тоже знаете ли, не факт, что там что-то такое происходит Знаете, вполне возможно, да, но поведение ведь тоже играет очень важный фактор, да То есть одно дело, что если люди идут, допустим, держатся на дистанции друг от друга, да А если уже они обнимаются, целуются, там, допустим, даже сидят в кафе, там, рука за ручку держится, да То есть уже можно как-то по этим вот признакам, да, охарактеризовать их отношения Но это вы можете сфотографировать и предъявить клиенту вот Ну, в таких случаях, если вот опираться на наш закон об охране личных данных физических лиц Вообще правильно действовать так, что мы, допустим, как детективы, мы наблюдаем, мы видим какие-то определенные сцены, да Клиент должен, желательно, чтобы находился поблизости И у клиента, у нашего, конечно же, есть право заснять фото и видео и предоставить это для суда С нашей стороны в таких случаях, как правило, идет отчет или рапорт То есть вы берете с собой жену или мужа, ревнивца, и он сам делает фото? Да, да, то есть у него такое право есть, да То есть для частного использования мы можем фактически сделать фото и видео, да Но если используют это, допустим, в дальнейшем для суда, для какой-то инстанции, там, да, скажем Тогда уже такое право есть только у нашего клиента Как реагируют и как потом распоряжаются полученные информации обманутой супруги? Вы знаете, вообще, конечно же, такой вопрос достаточно интересный Потому что, в принципе, изначально уже задается вопрос клиенту, как он будет использовать информацию, да Еще раз говорю, она может быть использована как для частного, как для, ну, как в частном порядке, да А может также использоваться для суда, да То есть необходимо выяснить, что клиенту вообще, для чего это наше мероприятие, да Вот, в принципе, в принципе, очень часто в таких случаях, когда, допустим, вторая половина доказывает Я ничего не делаю, тебе показалось, наверное, у тебя паранойя А такой случай действительно был в нашем агентстве, когда ко мне пришла женщина И говорит, вы знаете, вы, может, последняя инстанция, последний источник, где я просто вот пытаюсь добиться какой-то правды Я его, говорит, за руку на улице хватаю, да А он говорит, вы ошиблись, вы, наверное, с кем-то меня перепутали, да А потом дома, вот, говорит, супруге, значит, что необходимо пройти какое-то стационарное лечение, скорее всего, психиатры И, вы знаете, вот человек действительно обратился к психиатру, да То есть в таких случаях мы помогаем все-таки выяснить истину Так, подождите, она своего мужа хватала на улице? Конечно, конечно, а он спокойно, вы ошиблись, это не я вообще, да Вот имя другое, да, вот и женщина, которая рядом с ним, соответственно, говорит, нет, это не Андрей, это Федя, вы что? В общем, довели бедную женщину, и она обратилась к вам На самом деле, да, как последнюю уже инстанцию, не знаю, источник, который может остановить истину, да Конечно же, скажем так, у клиентки было все в порядке с головой стационарного лечения психиатра И она в этом не нуждалась, соответственно, да И, конечно же, мы определили, что есть этот факт измены, да Ну вот, чем немножко может осложняться наша работа, да Тем, что когда мы делаем фото и видео, да К сожалению, вот у тех контингента, который склонен к изменам, они всегда доказывают, что это не они Видео, наверное, это похожий человек 100%, то есть это, как бы, вообще отношение к данному субъекту не имеет никакого отношения, да Вот, и поэтому, как бы, конечно, мне иногда приходится просто клиента предупреждать, чтобы избежать таких ситуаций Чтобы он где-то тоже посодействовал и поприсутствовал, что мы в данном случае можем просто сказать, что произошла встреча И чтобы он просто убедился в этом сам Какова реакция? Ну, например, реакция женщин Что они говорят? Стандартная, лучше горькая, она правда, чем сладкая, она ложь Хорошо, что я все-таки узнала правду, истину и так далее Кто этот человек на самом деле? Ну, я скажу так, что здесь, наверное, присутствует все-таки человеческий фактор Здесь нельзя сказать реакция женщины, реакция мужчины Все мы люди, у нас у всех есть душа, своя боль И, к сожалению, скажем, не каждый может заранее предопределить свое поведение, да Столкнувшись с такой вот бедой Это действительно беда, да Где семьи, где семьям уже, где супруги живут в браке уже 20-25 лет, например, да Конечно, это трагедия для второй половины, это боль, да То есть реакция может быть абсолютно разной Но изначально, когда я общаюсь с клиентом, разговариваю, да Я сразу спрашиваю, готовы ли вы столкнуться с такой ситуацией, да Вот, и насколько вы готовы, и что вы потом будете делать, как вы потом будете действовать, да Если я вижу, что человек еще сомневается и не знает, как потом себя вести, да, скажем Или у него изначально уже неадекватное поведение, да То есть он готов к какой-то агрессии, да То есть я пытаюсь таких случаев избегать, да и избегая их, собственно, я не берусь за такие заказы, да Еще раз говорю, что мы не театр, да, и мы не клоуны Мы занимаемся серьезным делом, да И разумеется, что сбор информации осуществляется не для, там, скажем, каких-то игр, да А для серьезного отношения, то есть либо в частном порядке, либо в судебном использовании, да То есть здесь сразу же серьезность вопроса, она сразу же обсуждается с клиентом Но вам приходится отчасти как психологу работать И в тот момент, когда этот человек к вам приходит и делает такой заказ И уже в тот момент, когда все вот это вот выходит на оружие, вся эта история Ну, конечно же, приходится как психологическую оказывать поддержку, да Потому что вы правильно заметили, что не каждый клиент готов, да, психологически, тоже, ну, вот реакция, да, это очень интересно, да Потому что я тоже наблюдала разные, скажем, да, ситуации Я, скажем так, не буду сейчас произносить, что я конкретно с чем сталкивалась, да Но я поняла одно А почему нет? Вы все расскажите, это же самое интересное Ну, я поняла одно, я поняла, я расскажу, хорошо, чуть позже Но я скажу одно, что с клиентом нужно постоянно находиться в контакте, да Чтобы он нам не мешал работать, во-первых, да А во-вторых, чтобы он спокойно реагировал на все то, что происходит, да Конечно же, иногда приходится и сутками просто разговаривать с человеком, чтобы его образумить и сказать Так действовать не надо Вы сейчас просто допустите ошибку и дальше он уже работать не сможет А образумить от чего? Какую ошибку может совершить? Ошибка элементарна, просто позвонить и сказать, что знаешь, дорогая, я нанял за тобой детективов И вот теперь каждый твой шаг отслеживается И, знаете, были такие случаи, да Но после этого, разумеется, мы уже не можем приступать к работе, да Потому что понятно, что все уже выявлено Все карты раскрыты Все уже выявлено, да, и никаких действий со стороны второй половины, скажем, провокационного характера уже не наблюдается То есть приходится объяснять, что подождите, давайте все-таки поймаем на горячем И потом уже... Да, ну и, конечно же, мы изначально тоже предупреждаем, что если, скажем так, что если, как вы говорите, поймаем на горячем, да, чтобы реакция была адекватная, да, чтобы не было никакой агрессии, чтобы не было совершено в отношении данного лица преступление, чтобы все было в рамках, как говорится, приличия и разумия Ну, так как эмоции, наверное, серьезные в этот самый момент, и действительно... Ну, знаете, скорее вот люди, клиенты, которые в последнее время обращаются, они как-то эмоционально готовы к этой ситуации Им просто нужна вот эта вот последняя капля, да, как говорится, или как пружина, да, последняя, чтобы отжать, да, и просто как-то в жизни сделать решительный шаг вперед То есть такое расследование, оно стопроцентно всегда приводит к завершению отношений, к разводу супругов, или все-таки в вашей практике были такие случаи, когда им удавалось как-то сохранить отношения и помириться, и простить друг друга? Ну, если это уже стабильный брак, как я говорила, там, скажем, да, как-то люди все время вместе, как бы проходили вместе мимо, через, извините, огонь, воду и медные трубы, да Соответственно, конечно же, никто не хочет просто так развернуться, уйти, хотят выяснить ситуацию, почему она так происходит, да Просто спокойно поговорить со второй половиной, да Ну, мне действительно очень приятно, что есть случаи, когда семьи не распадались, а как-то приходили к какому-то разумному, скажем, решению, да И все-таки отношения сохранялись, потому что, скажем, вот здесь вот можно как раз привести пример, когда, вот, скажем так, супруги, которые начинали с нуля, там, в бизнесе добились определенных высот, да Ну, естественно, на горизонте появляется какая-нибудь там молодая девушка, да, которая заинтересована в кошельке супруга непосредственно, да И почему бы его не увезти из семьи, почему бы не попользоваться, да Ну, я всегда говорю так, что в данном случае речь идет не о пользовании, а о человеческой душе, в первую очередь, да И иногда нужно молодым девушкам, которые идут на такие поступки, призадуматься, что они делают и какие могут быть последствия, да Разумеется, что жены, которые уже, скажем так, стабильно состоят в браке, да, со второй половиной, да Они уже тоже готовы на какие-то решительные шаги, да, для того, чтобы сохранить семью Ну, конечно же, таким, скажем, женщинам низкий поклон, потому что они действительно борются за свою семью Это очень сильно Ну, с мужчинами все более-менее понятно, а вот почему женщины изменяют? Знаете, вот пришла к такому выводу, что все-таки женщины изменяют от какой-то обиды, да То есть, если вот еще раз повторюсь, что раньше обращались как-то больше женщины, то сейчас больше все-таки, наверное, обращаются мужчины Вот пришло как, не могу так сказать, наверное, но как-то вот как-то в голову приходит вот время мести, наверное, какой-то расправы Вот, и здесь как бы, да, ну, я могу сказать, что вот те мужчины-клиенты, которые обращаются вот в фирму, да, с такими ситуациями Действительно, очень прекрасные семьянины, это видно, да, то есть они сами иногда там, не иногда, а часто остаются с детьми дома Ждут жен, да, скажем, с работы, да, скажем, при этом, разумеется, еще деньги зарабатывают, чуть ли там не завтрак, обед, ужин готовят, да То есть, скажем так, это действительно примерные семьянины, как-то меня удивляет, что вообще так может происходить Да, вот как вы сказали, время мести, расправы, за что мстить, за то, что носки разбросал по квартире? Ну, не знаю, я думаю, что, наверное, когда люди какое-то время вместе, у них есть отношения, да, они совместно живут Все равно какие-то обиды накапливаются, да, в любом случае во что-то это выливается, да, то есть один человек, он, может быть, простит Другой он будет в себе это вынашивать, да, третий будет пытаться просто элементарно самореализоваться, показать, вот не такая уж у тебя я и плохая, да А что-то в этой жизни все-таки стою, да Вы также предлагаете выявлять наружное наблюдение, установленное за вами Называется контр наружное наблюдение, да То есть, если как раз-таки супруг подозревает, что вторая половина за ним следит, он может как раз-таки обратиться к вам и доказать это Да, но все-таки здесь больше касается случаев, наверное, все-таки бизнес-партнеров, да Когда для человека представляет опасность, когда, скажем, соприкоснувшись с опасностью, человек начинает чувствовать, что за ним действительно происходит наружное наблюдение, он не понимает, откуда все это, да Конечно же, обращаются к нам, потому что хотя бы с целью выяснить, есть ли это наружное наблюдение, не паранойя ли это действительно, да А наружное наблюдение, это как раз-таки человек, который ходит за вами по пятам, вы его постоянно видите в разных местах, где бы вы ни находились Едет на машинах, да Да, слежка на машине, еще там, допустим, фотографирует Ну, понимаете, Алиса, это же, в принципе, одного и того же человека я могу в Риге встретить три или четыре раза, это не означает, что за мной следят, да Ну, меня уже как профессионала, например, такие случаи настораживают, ага, три раза увидел, значит, что-то точно не так, да Но другой человек, он на это закроет глаза, да А человек, у которого действительно очень серьезный бизнес или какая-то ситуация в жизни, он призадумается, с какой стороны дует ветер Он обратится к профессионалам, да, для того, чтобы узнать вообще, насколько в безопасности он вообще находится Ну, а как вот понять, что это не паранойя, а что действительно есть слежка? Ну, мы как профессионалы это все выявляем, то есть, конечно же, например, вообще наружное наблюдение проводится и на машинах, и, разумеется, пешком, да Если несколько раз человека замечаем, да, значит, если одни и те же номера машин, например, марки, да То есть, там, в принципе, на это тратится не один день, это может быть неделя, две недели, иногда даже может быть и месяц, да То есть, за это время можно выяснить, действительно, есть ли наружное наблюдение или нет И действительно были такие случаи? Такие случаи были, но, к сожалению, обращаются и те люди, которые, да, вот, страдают манией преследования В полнолуние, да, это наверняка часто ее линия в полнолуние Ну, или те люди, которые пережили какое-то очень сильное потрясение и стресс, да, от каких-то определенных жизненных ситуаций Такое тоже может быть, да Ну, поскольку мы уже затронули интересную тему насчет контрнаблюдения, да Иногда клиенты, ну, даже зачастую задают вопрос Вот, допустим, женщина-клиентка, я к вам пришла, а если завтра придет мой муж, как вы будете действовать? Ну, я всегда отвечаю так, что мы работаем с вами Придется, значит, придумать причину и отказать вашему супругу вот в работе Сказать, что у нас, допустим, очень много заказов, ну, например, да То есть, мы всегда работаем с одним клиентом, да Это потрясающая ситуация, когда в семье каждый супруг следит за своей второй половиной А такие случаи действительно бывают? Это какое-то уже, это кино, мне кажется Нет, у нас действительно в практике был один такой вот подобный случай, почему эту тему затронуло, да Вот, и мне даже, да, пришлось придумать причину, что мы действительно не сможем отработать заказ Потому что у нас там ситуация такая, что вот в данный момент не может помочь А с какой целью к вам они обратились? Хотели улечить в измене или у них были дополнительные еще какие-то бизнес-отношения? Ну, в таких случаях, вот в данном случае просто, скажем так, шло взаимное обвинение, да Что вот это ты виноват, что ты мне изменяешь, а с другой стороны, нет, это ты мне изменяешь И они пытались вот доказать, что кто кому изменяет, да Ну, действительно, как игра такая И что же, и что же в итоге? Ну, в итоге, поскольку мы работали с нашей клиенткой, да, выиграла, наверное, она Ну, хотя, я не знаю, может, вторая половина обратилась и к другим, скажем, да, каким-то там агентствам, да Ну, мы выявили факт измены А зачем бизнес-партнер, следить за бизнес-партнером, хочу понять, вот с какой целью? Вообще, на самом деле, эта тема интересная, да, потому что, как бы, момент нечестной конкуренции у нас тоже присутствует В Латвии, да, у нас в Латвии обычно, как, допустим, несколько человек, ну, или два человека возьмем, да, чтобы проще Открывает, значит, совместно фирму, да, начинают работать Сначала работа идет за идею, да, потом постепенно-постепенно нарабатываются клиенты Соответственно, прибыль, да, и какой-нибудь там более хитрый из них решает, что он может работать без, значит, без того, с кем он уже начинал, да И может просто элементарно открыть фирму, добавить там плюсик, переманить клиентов с такой подобной деятельностью А такие случаи действительно очень часто происходят, да, вот, и кража информации, и вот в обход действия, да И в таких случаях нас очень просят вмешаться в ситуацию, потому что, ну, вот, случай, который вот конкретно, по которому в Риге с детектива агентура обратились, да, вот, как раз-таки подразумевал то, что в обход нашего клиента стал действовать его деловой партнер, да То есть все то, чем он занимался, вся клиентская база были просто украдены, идеи украдены, клиентская база, да Он не понимал, почему три месяца простой, почему клиенты исчезли, почему они какие-то глупости говорят, непонятные вещи, да, то есть неадекватного ответа ни одного он не услышал То есть адекватного ответа ни одного он не услышал, да, от клиентов И у него закрались подозрения, что здесь что-то не то, потому что он в какой-то момент тоже, наверное, интуитивно почувствовал, что его деловой партнер что-то недоговаривает, да, и с того момента пошли сомнения. Конечно же, мы доказали причастность этого, скажем, бизнес-партнера в том, что он действительно в обход действовал, да, то есть нам пришлось провести определенную детективную операцию, да, мы действительно доказали, да, но, в принципе, это дальше предоставило шанс нашему клиенту бороться, скажем, в данной ситуации через суд уже. Так и не только может, но и нужно иногда, и необходимо даже, потому что действительно сейчас молодежь очень подвержена разным ситуациям, компаниям, да, это мы все знаем, да, и действительно, чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо действительно его контролировать, необходимо его проверять. Сейчас есть абсолютно лицензионные программы даже, которые можно установить на телефон для того, чтобы отслеживать местоположение ребенка, отслеживать его разговоры, да, и так далее. То есть это все легально, да, есть легальные программы, которые через интернет продаются. Ну, мы, конечно же, наблюдаем, мы проводим наружное наблюдение, да, то есть, если, допустим, подросток попал в какую-то ситуацию или в какую-то компанию, необходимо выявить, что это за компания, необходимо все подноготное узнать, да, для того, чтобы уже как-то помогать начинать, да, потому что, к сожалению, к нам обращаются уже тогда, когда ситуация вышла из-под контроля. Вышла из-под контроля, это как? Ну, это, например, попал ребенок в какую-то дурную компанию, которая на него оказывает соответствующее влияние, да, и воздействие, да, начал, например, употреблять какие-то наркотики, есть подозрения, да, начал вещи относить в ломбард на продажу, да, пропадать из дома на несколько дней. То есть, полная бесконтрольная ситуация, как правило, несовершеннолетние, конечно же. Но если родители вынуждены обращаться к частному детективу, чтобы понять, чем занимается их ребенок, то, наверное, это очень серьезное упущение в воспитании, и родители не могут найти контакт с собственным ребенком. Ну, к сожалению, проблема отцов и детей, она всегда присутствовала, да, иногда действительно необходимо, как и я говорю моим клиентам, мешаться третьему лицу для того, чтобы как-то разрешить ситуацию, да. Конечно, какое-то время упущено, да, но родители же тоже живые люди, они же тоже должны работать, обеспечивать семью, да, они же не могут на все разорваться, да, и за всем проследить полностью, но это действительно, это крайне сложно, да. Ну, конечно же, если там, скажем, изначально какой-то стержень в ребенка закладывать, там, скажем, какие-то секции спортивные водить, там, музыка, там, не знаю, какое-то хобби его к чему-то, да, вот приобщать, наверное, все-таки мышление у ребенка будет немножко по-другому, да, работать, да, но если вот есть действительно момент такое упущение, что ребенок сам себе предоставлен, да, к сожалению, это действительно может закончиться очень плачевно, да. Ну, ваше расследование, ваша деятельность, она помогает потом в итоге родителям? Ну, в итоге, да, то есть мы тоже, как вы правильно заметили, психологически поддерживаем родителей и направляем, как правильно действовать, и проводим с таким ребенком со своей стороны работу, то есть мы объясняем, что вот так вот лучше не делать, да, значит, чем вот это может грозить, такой поступок, да, на что лучше вот переключиться, как себя в жизни найти, да, то есть у нас есть тоже иногда и разных специалистов подключаем, да, которые там в определенном направлении, да, скажем, мастерами являются, да, и в принципе ребенка главное переключить, подростка, да, в таком случае, потому что, скажем, зачастую, почему возникает такая проблема, потому что, скажем, компания, куда затягивает подростка, да, там, разумеется, есть очень заинтересованные лица, да, в основном это, как правило, дети из таких состоятельных семей, да, заинтересованность, как бы, скажем, материальная, да, что этот ребенок потом является спонсором для других, да, то есть, ну, соответственно, скажем так, не просто так он оказывается в такой компании, есть интерес, да. А как сам ребенок, подросток реагирует на тот факт, что за ним велось наблюдение, слежка? Подростки же очень бывают агрессивны и вообще не любят, когда вмешиваются дела. Ребенок не должен никогда знать, что за ним велась слежка. Конечно же, будет обратная реакция, скажем так, естественно, что мы не афишируем, что мы за ним следили, да, и в ходе наружного наблюдения вы выяснили какие-то, такие-то факты, да, немножко по-другому это все преподносится, но действительно, очень может быть болезненная реакция, если подросток узнает, что за ним следили, конечно же, мы тогда уже общий язык не найдем, да, поэтому, соответственно, основная задача детектива незамеченным быть на месте, да. Детективы на страже любви. Так мог бы называться сериал с частным сыщиком в главной роли, но все это невыдуманные истории жизни, которыми с нами поделилась глава рижского детективного агентства Ольга Зелик. Агентство вчера отметило десятилетие, если я не ошибаюсь. Поздравляю, Ольга, спасибо, что были с нами.